И вот у нас уже пролетка по позициям игроков Вот стоят у нас номерки на каждом игроке будут, можно будет отслеживать Остается доли секунд до начала противостояния команды АПБ просто против команды Оник И пошла разбежка, мы видим, что у нас забирается пачка Все, достаточно медленно пока пачка уходит у нас в одну сторону А остальной коллектив уходит в другую сторону и потихоньку, потихоньку разбегаются по позициям Команда атаки у нас занимает линию Б, распределяются немножко 2-3, если брали тактику центра, оставляют без боя И потихоньку начинается у нас перестрелка, оборона неплохо расселась И вот уже есть просадка по ХБ Оник начинает просаживаться, СВ просел, девятый номер тоже просаживается И сейчас будет очень-очень-очень страшная ситуация для команды Команды Атака у нас уже потихоньку, полегоньку пробирается Уже заходят на зигзаг, на зигзаге СВ у нас Все, есть размен, есть First Blood Забирает у нас First Blood команда АПБ И команда Оник очень плохой ситуации Все просевшие, все без ХП Супермарка у нас просел всего лишь на 50 И это, по-моему, очень хорошая ситуация для команды АПБ А Оник у нас в не самой лучшей ситуации Потихоньку, конечно, проседают игроки Но остается все равно достаточно много живых у команды Атаки И потихоньку начинается заход на линию Б для зачистки Проверяют все позиции, дефолтные позиции Интересно, ребята смотрели Представление Лазертага, изучали И вот уже есть минус один игрок у команды Атаки И, возможно, скоро уже будет минус два Потихоньку тут заход на центр По центру проходит так вальяжненько друг за другом Гуськом идут два игрока Уже минус два у команды Атаки Команда Обороны вчетвером Отбиваются пока что И очень неплохо производится это Размены Пошла перестрелка на линию А минус еще И остается у нас 3 в 3 противостояния Зигзаг просматривается командой Обороны Говорится у нас 1 минута И впервые вижу установку в таком месте Четвертый номер Есть! Установка пламени на А И вот пошел у нас сигнал Digital Flame Activated Слышим И команде Onyx нужно продвигаться Теперь все в руках АПБ Они должны забирать эту карту Если сейчас Onyx допустит ошибку Но 11 номер отлично избирает у нас заход в спину Сейчас он просто зайдет и расстреляет противника в спину Не читают, не читают этот момент у нас Атакующие Есть минус по одному игроку И сразу перетяжка Пошла у нас на деактивацию Игрок побегает Ой-ой-ой, тут разбежка Нет, не пошел на активацию Кибой, кибой Ой-ой-ой-ой, нельзя, нельзя Пододвигать нельзя Пододвигать пачку Она установлена Все, двигать ее нельзя И вот он взрыв Пачка у нас взрывается И команда АПБ со сложной стороны забирает первый раунд 1-0 в пользу команды Атаки Очень неплохо сработали Разменяли противника Зачистили фланг Расселись и установили пламя Пламя было установлено не в супер-дефолтной позиции Но они почему-то, почему-то Решили не деактивировать пламя Ну, так сказать Ребята хотят повоевать Мы тут пришли пострелять с нормальными мужиками С нормальными оружиями Поэтому мы будем стреляться до последнего У нас хайлайты И вот он, перестрелка в зигзаге Размен игрока Это у нас, по-моему, как раз был First Blood Нет, это не был уже First Blood Это уже у нас длительное время прошло Игрока здесь разменивают Пошла перестрелка И, соответственно, в этом противостоянии У нас команда АПБ забирает Первый раунд в этом противостоянии Приветствую, коллега Приветствую, приветствую Прибежал виплэш сюда на базу, так сказать Поддержать меня, чтобы не было театра одного актера И виплэш сейчас мне поможет А тем временем у нас первый раунд забирает команда Атаки Притом достаточно так неплохо Довольные ребята И сейчас у нас будет уже счет 1-0 Они не доиграли в каком-то моменте Но, в принципе, неплохая была рассадка По отстрелу даже в начале не было понятно, кто кого перестреливает Я так посмотрел, они вообще первое время с пешочком ходили Они просто все лесники и все в лес хотели пофармить Я думаю, у них отвод крипов будет тут где-то Да, я слышал Башни там может побить что-нибудь еще На мид, на мид, иди на мид Да, послушаем игроков Приятно так Приятно так Ай-ай-ай-капитан Мне реально интересно, как у игроков в мобу работает нашление Вот на арене именно тактического боя Слушай, ну пока как будто они не закупили ботинки И у них нету мувспида такого большого, как нужно Сейчас они закупят ботиночки и начнут бегать быстрее Но крит прокачан и, в принципе, неплохо так разменяли друг друга Наверное, для игроков в мобу очень непривычно Что если ты просил по хп, у тебя нет фласки себя захилить То есть обычно, когда у тебя лоу хп, они думают странно Обычно у меня есть там реген Обычно у меня есть там, что сожрать Чтоб можно было бы там поставить хп Где ульта, где мана, что такое Почему я не ультую Кстати, интересно было бы сделать для их формата Какой-нибудь лазертак запрограммировать на какой-нибудь спелл Фаерболт, а укинуть условно Да-да-да, это на самом деле мы разбирали этот момент Что, в принципе, можно, а тем временем апп у нас убирают Атаку в линии Б Будут такой толпой Смотри, это ганг-отряд какой-то Зачистки Б плента И вот начинается перестрелка СВ проседает И СВ сейчас просто у нас откиснет в этом противостоянии Очень неплохо зашли АПБ на этот фланг Пачку, наверное, нужно подносить Пламя уже несется к Б К точке Б будут ставить Ну, кстати говоря, очень даже неплохой контроль от игроков команды АПБРЕН И можно поставить удержание 40-секундный таймер запускается И все, справа-то три игрока Почти всех неплохо отстреляли Команда не действует Не, ну, слушай, отличная работа Я говорю, прям такой ганг на линию Б Через лес, наверное, где-то А, не, у нас игрок на центре Вот есть первый номер Типичный мидер Он стоит один там Чего, кого там, боюте где хотите Я в центре там, один на один Пау-пау-пау-пау Буду размениваться А тем временем Оник очень сильно проседает Сейчас, может быть, будет выход на пламя И будет деактивация втихую Но игрок просто под шквальным огнем Трех противников Начинает его тут закидывать Но, по-моему, это 2-0 И команда атаки Показывает, что они идеально поняли сценарий И забирают второй раунд 2-0 Уверенная победа АПБ Тут и победа, да И игроков всех перебили И пламя вроде как Активировали Неплохо Тому у Кайрона было в пике Пульс 203 Переволновался, перебегал Ну, слушай, это не в лесу стоит Согласен Ну, 2-0 пока что уверенно, да В аналитике вместе с парнями Пришли к выводу, что как будто бы Оники будут чуть поманевреннее Чуть посильнее Пока что АПБРЕН за атаку Структурированную Очень неплохо 2 очка себе набирают Да, учитывая то, что мы обсуждали На протяжении всех этих дней Что за атаку играть довольно-таки сложно Потому что защита обычно тебя везде сразу принимает Пререзает все твои попытки на корню Как-то вообще выйти А тут структурированно зашли Командно поставили Пламя установили И все сделали очку Ну, видно, что Знаешь, это классно Когда приходят из киберспортивной дисциплины Поиграть в лазертак И видно, что это прям команда То есть это не сборка людей Которые пришли в первый раз А прям команда Что, по тактикам? Ну, понимали бы мы, что ли? Ну, в целом В целом Ничего пока не понятно Ну ладно Но в любом случае Команда Моник Пока показывают Очень пассивное Такое сопротивление Знаешь, как вот черепашку перевернуть И она никак не может обратно И вот примерно такое сейчас и происходит Ну, сейчас пристреливаются Прикликиваются Тут чуть ли френдли файр не залетел О! Ты знаешь, иногда теряются Не понимают Свой не свой Надо? Ну, наверное, надо Ну, давай Ну, можно Как же меня радует эмоции игроков Когда играют в лазертак Сразу улыбаться Начинают довольны Потому что Что-то необычное Особенно для этих коллективов Наверное, вообще что-то такое Сверхъестественное Потому что Ну, не помню, что Был лазертак у нас Кроме как В Китае Я вот общался Есть где-то вот там Что они Идеально Да, по-моему, был клуб Но Лазертак Больше так вот В азиатских странах Я не знаю, где еще Вот И, соответственно Для них это что-то необычное Что-то новое И потом еще Насколько Это же вообще Такой супер крутой лазертак Что тут вот И массогабаритный автомат И каска И жилет Еще GoPro у тебя на голове И вообще все круто Замечательно И еще и карта Смотри, какая И вот она Снова Супер черепаж Я разбежка Я говорю Я каждый раз думаю Просто пешком На работу Пошли Знаешь, что мне напоминает Они поворачиваются И как будто Вот на карту Начинают пинговать Пинговать Сюда-сюда-сюда И такие начинают Рызать Другой такой Нет, сюда-сюда И вот пока они Расходились Тут им уже Докидали по каскам Да, хпшки Как раз таки Как раз таки Апи-брэны Будут сейчас Медленно Каплы Тут подходить Кстати, что могу сказать Апи-би У нас Забрали Дисциплину Млбб Фиджитал Моба Забрали Получается Взяли первое место И сейчас Они хотят Видимо Уверенно Забрать Еще и Лазертак То есть Чтобы 3 балла В копилку Этой команды Ну или там Не 3 балла Там надо посмотреть Сколько было карт Как они сыграли Но в любом случае Со счетом 3-1 Кстати Победили Апи-би Команду Оник И В принципе В принципе Сейчас Возможно Из-за вот этой Супер Слоули Атаки Оник Заберут Эту карту Ну посмотрим Кстати Говорят Сейчас в этом раунде Пока что 50 на 50 Апи-брен неплохо Обратно себе Преимущество забрали Хотя сейчас Еще приоритет По живой силе Приседает По хп игроки Команды Апи-брен Вроде как У нас имеются Баталии Но очень посредственно Супер-марко Должны летать Его должны забирать Хотя Ади Вроде как Не попадает И там он Приседает Очень сильно По хп Игроки команды Апи-брен Так и не установили Пачку Там живет Кстати говоря За ящиком Все еще Супер-марко Супер-марко Я сначала подумал Супер-марио Потом думаю Не, Супер-марко А он Наверное Не понял Что он Не отъехал Ну Такое бывает А тут пачку Устанавливают Втихую На линии Б И вот Есть установка И уже В спину Разменивают Игрока Сейчас Наверное Будет Деактивация Пламени Если Игроки У нас Помнят Как его Деактивировать А вы уже Поднимали Этот вопрос Что есть Проблема Иногда В активации И деактивации Пламени Ну вот И узнаем Кто-то там Пытается пострелять Но у него нет Патронов Вроде как Раздефили пачку А вроде нет Втроем Консилиум Вот та самая Проблема А какой в итоге Пароль А пачка Нужна А пламя Нужна Раздебьюзить А пламя Нужна Раздебьюзить Не нужна Не нужна Галочка Галочка Не нужна Деактивировали Успели Все Хорошо Слушай Ну на тоненьком А Супермарк Ты проснулся Понял Что он не Умер Да Знаешь что Что меня напоминает Это когда Идет игра Вот малыши играют Допустим Хоккей или футбол И кто-то там Что-то забыл Не в ту сторону Судья Или там Тренер Подходит Поднимает И говорит Беги Играй Ты еще Как бы готов Вот тут наверное То же самое Пока камера Отвернулась К нему подбежали Говорят Беги Ты живой И он побежал Сразу играть Но немножко Не хватило Слушай Ну оники Конечно Рядом с паникой Такие Один Два Как ее Деактивировать Но неплохо Два Один Уже появилось Сопротивление Сейчас будет Три один И будет Эль Классико АПБ Так выиграли Дисциплину МЛБ Ну я говорю Будут ультимативными Чемпионами Да В целом Это было бы Неплохо забрать Все таки Противостояние Наверное У нас такое Принципиальное Поэтому команды Будут биться Так еще и бьются За призовой фонд Очень даже Неплохой В 50 тысяч Долларов Поэтому Есть повод И поболтать И неплохо Все это дело Разобрать Быстренько Сейчас в динамике Я думаю Что Ну 2-1 В целом Для атаки Счет Наверное Неплохой Третий Сейчас забрать И будет Намного комфортнее Играть Слушай Ну тут пока Непонятно Но опять же Да Я согласен Как будто бы Мета Не работает В данном Противостоянии На Млб Не работает Мета Вот реально Ты правильно Говоришь Просто Мертвый игрок Уже побежал Куда-то В кого-то Могли решить Право-лево Лево-право Это у нас Петличка Ничего Бывает Это чтобы Вы Слышали Звуки Стрельбы И самих Игроков И мы Соответственно Грустный У нас игрок Сит Ну давай же Это Сучай Не марка Был Я думаю Что Сейчас будет Пересмотрение Раунда Видишь Как долго У нас Хайлайты Скорее всего Может быть Штрафы Выписывают Потому что Бан Бан Сам Сейчас будет Ваг Бан Деактивация Игрока Бан Дисквалификация Деактивейтед За одну секунду До конца А это знаешь Это на нервах играли Там просто один Специально Ничего не подсказывал В конце Подключился Сделал Чтобы Ребят На нервах План готовится Еще один Ответный Слышал 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 Значит Что-то Они могут Ну Да Возможно Могут Забрать Этот раунд И будет 2-2 Жестоко Жестоко Чуть своего Не перестрелял Но тут Кстати Оник Очень неплохо Достаточно быстро Действовал А вот АПБ Наконец-то Определились То есть Прошлый раунд У них было Не такое Сомнение Куда идти А тут По-моему Оник Прочитали И просто Лоб В лоб Начинается Атака Пачка Не заносится И начинается Жесткая Перестрелка Жестких Мужчин Которые будут Сейчас Разменивать Друг друга По хп Уже есть Ферстблат Супермарго В этом раунде Оформляет Ферстблат И двенадцатый номер Заходит Сейчас в спину И будет встречать Команду АПБ И что же Это будет Будет ли это Нет Тут Двенадцатого СВ забирают У нас И бой Проседает Тоже по хп И в принципе Какая-то мясорубка Лютая Происходит На а-линии Есть установка Пламени Есть уже Минус игроки У двух коллективов Но Оники Заходят У нас Зигзаг И будут Встречать Спину противника Что происходит В этом Проистоянии Просто Какая-то Мясище Ну большинство Сейчас конкретно У команды Абибрен Еще и Дискл флейм Активейтед Ну И Супермарко В этот раз Понимает Что он живой И можно в принципе Разматывать Супермарко По-моему Еще одного Оформляет Все правильно Кейбой Забирает И Супермарко Это наверное Топ фрагер Своего коллектива Но мы сейчас По-моему Уже не успеем Десятку у нас Забрать Да его еще и забирают Сейчас пламя взорвется Это победа АПБ 3-1 Удобно Эрик Лассико Получается Забрали 3-1 И здесь 3-1 Но мы до 6 раундов Поэтому Не 3-1 Поэтому надо дальше Давить И у нас остается Получается еще Это у нас четвертый Следующий раунд Будет последний И будет смена сторон И мы узнаем Какая сторона Эмбовая Для MLB Ну посмотрим Опять же Как будто бы Они поймут Ту самую сладость Что играть за защиту Чуть легче Потому что Девайсы Будет легче И поймут Что по маневрению Все таки Можно быть Выглядят довольными Выглядят счастливыми Забрали очень Важный и легкий раунд Для себя В целом Комфортно Себя чувствуют Я очень хочу Посмотреть на статистику После игры Да Потому что Есть ощущение Что Марк там Настреливает Очень неплохо Но опять же Да Неожиданности Такие присутствуют Парни все таки Впервые В жизни Мне кажется Играют В похожего рода Дисциплину Может быть Они отслужили Где-то в армии И оружие держали В руках Либо играли В аналоге Но В любом случае Ну знаешь По хвату оружия И вот потому Как они действуют Либо они очень хорошо И быстро Втянулись Либо у них реально Есть опыт Работы С боевым оружием Может быть Небоевым Даже С страйкбольным И так далее Но Есть ощущения Но на самом деле Вот эти аналоги То есть Автоматов Очень схожи С реальными В принципе В руках По-моему тоже держал Мы с тобой ходили Такое Достаточно Весистые Тяжелые Каллиматорные прицелы Перезарядки Достаточно Ну там Все прям Вот как В реальном Автомате Единственное Стреляют Он только Лазерным лучом Ну преимущество В этом большое То есть Даже знаешь Вот мы тоже Рассуждали Такая доля честности То что здесь Если тебя деактивировали Ты не скажешь Ай-яй-яй Нет ничего Не было Никто не знает Никто не видел Как говорится Не видели Значит не было Здесь тебя деактивировали Все оружие Не стреляет Значит ты убит Все Можешь дальше Не играть Обсуждение Тотальное обсуждение Тактик Не хватает реально Каких-нибудь Обилок Было бы интересно Посмотреть на макросоставляющие Тот же смачок Условно Который распыляет Сайленс На игрока Кинул какой-то луч У тебя Внезапно мыло На игроков наложилось Они не могут Не стрелять Не перемещаться В лазер-таге Есть такая вещь Называется Точка Умная точка Ее можно использовать Как башня Которая уничтожается То есть у нее Она стреляется Чтобы не уничтожение Мы продумывали Такие сценарии Тоже много чего Думали Придумывали В принципе Реализуемая вещь Но такая Немножко тяжеловатая Классический Вот такой формат Более просто Для освоения И то мы Уже не раз С тобой В принципе И с аналитиками Замечали Момент Того Что даже Не понимают Иногда игроки Что здесь-то делать А если мы сейчас Добавим еще Какие-то механики То вообще Наверное посыпется Мы по-моему С драконом Рассуждали По поводу экономики Если здесь еще Добавить экономику Бедные люди будут Вообще Игроки-то и так Где-то начинают Уже Ну плыть Потому что Тут механика новая То есть Сейчас еще экономику добавят Да у них реально будет Меню там Выбирать блюда Как конкретно Какое Это трэш Мне кажется А тут не прочитали Тут снова Тут часы пошли У нас Одни в одну сторону Другие в другую И такие А где противник Мне интересно Понравилась идея С тем Чтобы выдавать Как говорили Знаешь Три ппшки на команду Вот да Я говорю Ну да Три ппшки Там два мейн девайса И там уже распределять Кто как Что может быть Это более такое То есть Вы уже сами От своего геймплея От своей тактики Распределяете Кто что и как Будет делать Какая у вас Динамика игры Будет Кто куда И так далее Ну соответственно Будет уже Распределение На больше таких Пушащих игроков На Танков На Более Кор игроков Которые будут Атаковать На Быстрых игроков Ну и так далее Ну тут видите Что Если мы берем В одной команде Будет два клаша Две мки И две ппшки Ой тут у нас Кстати уже 4.1 Пока мы с тобой Рассуждали На пп тут Просто размесились Я Ну Думал что сейчас Этот замес Закончится Но как то он Очень быстро Произошел И мы в принципе Весь его видели Там просто Перестрелка Лютая была Вот Ну к чему я имею Ввиду Что если будет Там две ппшки Два калаша Две мочки То представляешь Какая вариабельность То есть Вы там Берете один калаш Допустим И остальные Легкие автоматы Либо наоборот Берете себе Более тяжелые Девайсы Но при этом Использовать их По своему назначению Ну тут и реально Геймплей меняется То есть Да У тебя есть Два ппшника Которые бегут Там на разведку Условно Быстро они Перемещаются Маневренные У тебя есть Рейнджевик И есть Наверное Еще количество хитов То есть Условно Ппшка забирает Тебя там С 5-6 Ну да Поиграться Вот так С настройкой Мейн калаш Там забирает С 3-4 Это было бы Конечно Это было бы Пополам Снайперская винтовка Там условно Рейндж Которая забирает С 2-х Но там Нужно ее Ну там Прям попасть Нужно То есть В конкретный Может быть Датчик Ну тут Знаешь Со снайперской винтовкой Все-таки Мы тоже Рассуждали На этот момент Такая В этой формате Этой карты Снайперская винтовка Будет прям Лютый имбой То есть Ты на разбеге Вначале Можешь половине команды Снять хп Просто потому Что ты успел То есть Наверное Больше Тут сыграет роль Это если будет Ппшки Там допустим Эмочки Калаши И допустим Калаши Это джиггернаут У которых хп больше Но при этом И боезапас больше Но и патрон меньше То есть Получается Там 45-50 Патрон в магазине Но при этом У него Три или четыре магазина Но Много Разных Балансных настроек Опять же Да Если говорить Про ту же Снайперскую винтовку Говорим Что она имба Ее так же Можно Понерфить Очень легко И просто Не давать ее 5 патронов Очень долгая Перезарядка Перед выстрелом И тем более Перезарядка После Магазина Ну я так могу сказать Эта система Обузится Почему? Потому что Даже вот у нас На соревнованиях Были такие Снайперские винтовки Когда там Да ладно Ничего такого не будет Вот лично сам Был турнир у нас Был у меня полуснайперкой И мы играли 7 на 7 в лесу С захватом контрольных точек И так далее И получилось так Что я остался один Забрал семерых Забрал три точки И просто И больше Сказали что Игрокам Прошникам Не давать Такие девайсы Потому что Происходит Вот такая вот Грязища В целом Я бы посмотрел Реально Добавить снайперскую винтовку Которая ваншотит тебя В любую точку Но Затвор Там условно 2 секунды Перезарядка Там 5 секунд И 5 патронов В ней всего лишь Или там 3 условно Было бы Все время Ты просил Как раз статистику И мы видим Статистика Очень неплохая Кстати смотри 9 хитов 5 убийств То есть Из 9 хитов Он пятерых человек Добил Вот Игрок команды АПВ Заласхитил Как у них там Добил крипов Просто реально У него 82 патрона Потрачено 2 смерти 5 киллов 9 хитов Это Не знаю Это знаешь Не то что даже Заласхитил Он состилил фраг Вот прям он состилил То есть Ты стреляешь Он такой Майо Тот самый парень На которого Обычно я горю Там условно в команде Что у меня там АДР Знаешь Там За 2 раунда Там 150 А Киллов Один Зато ассистов 10 Я думаю Ясно Тот самый Саппорт Который забрал Все твои киллы Не добивай крипов Да Не буду Но мне этот Этот И вот этот Нужен Случается Бывает Ну что 4-1 А пи бренд А пи бренд Пока что Лидирует Лидирует Уверен Один раунд Тонники Всего лишь Забрали Там скорее всего Знаешь Апи бренд Как будто бы Сами себя На ошибки Подловили Сами себя Переиграли Полки в колеса Тебе поставили Всякое Разное бывает А так вот Что там Это офис Там мини кафешка Может быть Это офис Ну такое да Офисное кафе Тиджитал офис кафе И тут вот Мы с Сашей Рассуждали Что они Переписываются Друг с другом Это начальник И его подчиненный Я не удивлюсь Если какой-нибудь Парень реально поверит И просто пробьет Ногой И там у нас В стадионе Эту штуку И скажет А где Скорее за курочкой Обчу меня Вот знаешь Ладно на этих Но там же с другой стороны Лаборатория И там курочка бегает В этой лаборатории Да я ее не видел Там прям пробегает Туда сюда курочка Мы кстати тоже Рассуждали на этот момент А что если Добавить интерактива По бокам Такие небольшие сеточки И запустить сюда курочек Чтобы они бегали Мешались Знаешь вообще Какая еще тема Только что Прям в голову пришла Вот у тебя условно Там на ласт хит Ты остался Или в целом Просаженный по хп Где-нибудь На карте Должна быть Не то чтобы аптечка А какая-нибудь мини игра Условно висит с аптечкой То есть тебе нужно Прибежать к ней Там быстренько Знаешь Трубы Вместе поставить Чтобы дать протечку И тогда этот бонус Тебе дает Там плюс 25 к хп Там плюс 50 Плюс один хит Условно что-нибудь такое Ну Было бы забавно Очень много разных Для MLBB да Это будет Конечно более интересно А вот уже для более Такой Динамичной Тактической игры Ну наверное Будет уже не так логично То есть Ну давай Если мы там сравним В каком-то моменте С шутером В шутере Наверное Только в дэдматче Ну да В дэдматче Там ты трипл килл даешь У тебя есть Шприц там дает Шприц с аптечкой Да-да-да-да Но здесь все-таки Это тактический И как бы Наверное Такие девайсы Дополнительные будут Только геймплею мешать Ну вот момент С разными девайсами Да Он будет Мне кажется Более интересен Ну кстати Можно вот Что-что Вот твою вот Эту вот вещь Можно добавить С гранатами Ну да В целом То есть Ты выполняешь Сайдквест Получаешь гранату Ну условно Кстати да Ну опять же Смотря какую Смотря какую В моем понимании Наверное Та же хаешка Да На дэмэдж Граната Она здесь Не особо Сильно роляет Ну смотри Если вот в зигзаге Сидят игроки Тебе надо их выкурить Ты хаешку-то закидываешь Знаешь какая прикольная Граната была бы Ты закидываешь Ее катишь По полу И если в зоне Ее радиуса Есть игрок Она издает звук Если нет игрока Она звук не издает Граната на проверку Мне больше Вот я тоже сейчас подумал А если типа Эмми гранат Которые отключают То есть ты типа Оглушен становишься Ты стрелять не можешь А тебя в этот момент Могут стрелять То есть да Мы Так как Условно В дисциплинах Диджитал формата Там информацию набрать Намного легче Чем набрать здесь Да В том же стендоффе Ты закидываешь молик У тебя есть звук Там пыщ-пыщ-пыщ Закидываешь хаешку Тоже там Звук какой-то А здесь На информацию сложно сыграть С информацией Нет Никакой вообще работы Поэтому наверное Граната на инфу Была бы очень интересна Кстати говоря Может быть Даже как-нибудь Завезут Посмотрим После этих слов Давайте смотреть 4-1 Смена сторон У нас Произошла Игроки команды Апи Брэн Уже играют За сторону защиты Как-то очень легко идут Как от пули Отвернулся Присел Увернулся Да Мне свистнуло Над ухом прям И тем временем Смотри Оник выбрали А Потом сместились на центр Сейчас наверное Пойдут на Б Посмотрят А тут Очень суетятся У нас Апи Брэн Чересчур по-моему Суетятся в этой игре Хотя и Оник Тоже как-то Неуверенно себя чувствует То есть и туда И сюда И встали И просели ПХП очень сильно Что происходит Оник Так хорошо начали А теперь просто Проседаете Очень жестко ПХП А тем временем Апи Брэн Стоят у нас И отстреливают Жестко Линию А И вообще Не впускают Соперника Своего на Иньо Я думаю Что с таким Тут уже Супермарка Еще один фраг Оформляй Кстати не посмотрел Супермарк Сколько у нас Настрелял Много настрелял Там фрагов Ну двузначной Оргии Не было Там не было Не было Двузначные хиты были А вот фраги А да Хиты Хитов много он дал Но фрагов там По-моему Больше всех Вот у нас Игрок под Номером 4 Настрелял Очень много И остается Один из Сви Он сейчас будет Попытаться Уже умирать Не донес Он пачку Еще остается 5-1 Суперуверенная Игра От Апи Брэйн И Оньки Своей вот этой Супер вяжущей Атакой Туда-сюда Походили Посмотрели Отдали раунд Ну будем честны Апи Брэйн И стреляют Чуть поточнее То есть Да Когда ситуация У нас Один на один Ситуация Там два на два А Апи Брэйн Выходит победителем Из дуэлик Из таких Вингманов Почти там Ну наверное Три случая Из четырех Поэтому Надо отдать должное Команды Апи Брэйн Стреляют Ровно в цель Стреляют уверенно Оппонентов Закрывают Ну и сейчас Они остались В ситуации 4-0 С единственной Патентой Ну да Думаю что Сейчас С такой игрой Будет 6-1 И это В принципе Дубль Карты 3-1 МЛБ И возможно Это будет Дубль Карты Лазертака 6-1 Ну очень довольны У нас Апи Брэйн Оники У нас К сожалению Пока не понимают Динамику игры На самом деле Я вот больше К этому Склоняюсь Что просто Ну нет пока Понимания Именно что делать Две Дожди Обыграют Друг другу Передают Удобно Удачно Смотри Тут еще Даже с разных Сторон Вылазят Я Знаешь Последние Дни Нашего Замечательного Турнира Я Наблюдаю Как команды Быстрее Быстрее Адаптируются Под лазертак Еще Вчерашний Финальный Матч Я даже Видел Кружочки У тебя Что Как вы там Болели То есть Ну реально Насколько Красивы Игры Я вчера Просто С того Что Вытворяли Ребята Я Честно У меня Слов не было Я просто В шоке Был Насколько Это классно И даже Здесь Вроде Как Какая-то Неуверенная Игра Что-то Куда-то Там Отходит Но Все равно Насколько Понимание У них Треков Быстро Идет В игру То есть Они Апибрейн Встали На одной Линии Да Они Втроем Да Они В линии Стоят Но При всем При этом Они Достаточно Тактично Выбили И возможно Они сейчас Конечно же Прочитали Противника И сейчас Тут будет Жесткая Стычка Двух Коллективов На линии Б Просто Жесткая Перестрелка Пошла Но тут Очень выгодная Позиция У Оников На самом Деле Апибрейн По-моему Сейчас тут Просто Полягу С всей Толпой Потому что Оники Все-таки Стоят За укреплениями Апибрейн Просто Выбежали На них Начали Размениваться Если сейчас Повезет По стрельбе Но по стрельбе Не везет Тут уже Минус 3 Игрока Минус Скоро 4 будет Но тут Без шансов По-моему Слишком Слишком близко Подошли Вообще-то Зачем-то Так Не обязательно У них Плент Сзади них Но они Так пропушили То есть В целом Они пропушили Атаку С расчетом На то Чтобы не дать Пройти Но Наверное Логичнее Было бы До плента Не доходить И не подпускать То есть Перешли Линию Оптимальную Для их Атаки При том Что забыли Видимо Что играют За защиту И как-то Что-то Не пошло Какой-то Это самый Быстрый Раунд Лазертаг Который Я видел Но Слушайте Неплохо Все равно По поводу Лазертага На фиджетал Мне очень нравится То есть Я честно Когда сюда ехал Я не ожидал Я думал Что это так Будет Знаешь Ну Дисайдер Но Типа Доп-дисциплина Доп-дисциплина Может быть Там Да Посмотрим Но каждый раз Я хочу Чтобы каждый раз Доходило до Лазертага Мне очень интересно За этим наблюдать Смотреть Как игроки В таких Критических Ситуациях Рационально Мыслят Ой Очень весело Очень весело Ну вот мы вчера С Сашей поиграли Здесь Слушай Мне прям Понравилось Но все равно Чувствуется Знаешь Во-первых Карта очень сбалансированная Чувствуется момент Когда ты начинаешь Понимать Что ты делаешь Как делаешь Ты анализируешь Каждую игру Ты заходишь сам И у тебя лучше Начинает получаться Ну как бы ты На ошибках Которые ты увидел Ты над ними работаешь Но я знаешь Могу так сказать Вот лично по опыту С того что Здесь вот там Посмотрел Где-то что-то Покомментировал Увидел Ты когда заходишь Уже в игру То есть я думаю Что если я там С тендофф зайду Если я буду Пробовать И там в MLBB Если я смотрю каждый день То уже будет что-то получаться Потому что ты Ну Увидел Надо повторить То есть Ctrl-C Ctrl-V По факту И ты начинаешь уже Пытаться подстраиваться Под это Поэтому Всегда можно Научиться Особенно если вы хотите Вы всегда можете Научиться чему-то И быстро Освоить новую дисциплину Поэтому ребят Все в ваших руках Развивайтесь Вот ребята Первый раз Играет в Лазер Атаку И уже потихоньку Полегоньку Начинает показывать Неплохие результаты Столько фишек На самом деле Новеньких каких-то Увидел То есть Вчерашних матчах И сейчас даже Над чем-то наблюдаю Хочется самому Прямо выйти и попробовать А реально ли это так работает То есть там Прострел через всю карту Какую-нибудь Которую нашел Там интересный Там нави-тренер Показывал Очень прикольный Но много разных фишек Да И фишки рабочие Поэтому я хочу Чтобы эта дисциплина Как может быть И отдельная дисциплина Развивалась Но наверное Как отдельная дисциплина Ее немного Трудно смотреть А вот реально Как десайдер В дисциплинах Трехмерного боя Это очень даже интересно Правда интересно Поэтому организаторам Огромное Спасибо за то Что вот это мы смотрим За то Что так Это еще и по продакт Что прикольно сделано Ну и эмоции игроков Конечно тоже отдельные Ну вообще Реально Это же единственное Соревнование В которых используется Диджитал и фиджитал часть И при том Настолько качественно И хорошо она используется Что ты реально кайфуешь От того Что ты увидел Сначала Точнее Ты попробовал В своей дисциплине Эта диджитал часть А потом ты какие-то тактики В физическую часть Начинаешь переносить Пробовать и делать Вот И в принципе Сейчас мы видим Следующий раунд Счет у нас 5-2 И команда Оник снова избирает У нас линию B Они поняли Что там у них В принципе получилось А вот Апидуэйн У нас Встают В отстреле Будут уже На свою уверенность Играть И как будто бы Сторона Атаки Для этих ребят Гораздо проще Чуть-чуть Есть такое Смотри как просели У нас кейпойка Каири у нас тоже Очень сильно просел И тут просто жесткий Какой-то перестрел идет И понимает у нас Апи-брейн Что это атака На линию B Очень жесткий Просад По хп идет И Будет ли заносить Цепачка Пламя 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 Я не вижу пламя Есть у нас уже Ферстблат Оформляет у нас Коники Что удивительно На самом деле Потому что просели Они Очень сильно Пхп Все Апи-брейн Нужно просто Вставать и отстреливать Не нужно лезть никуда А Оникам Нужно Что-то Избирать другую тактику И уже размены Есть по минус Игрокам И сейчас Если выбежит У нас на Сновку пачки Игрок Еще минус у нас есть Но по-моему Тут уже Будет очень тяжело Затащить этот раунд Еще по-моему Минус И все Два игрока остается По-моему Это 6-2 Как ты думаешь Да Я тоже так считаю Там 195 пульс У Каири И остается он Один в четыре К сожалению Наверное Такой уже не тащится Как бы ты ни хотел Хотя мы видели Вчера ситуацию Когда игрок там На одном хите Остается один в три Все равно Забирает Это был Никит Проникс Но сейчас Это не Никит Проникс Это Каири Который к сожалению Покидает Этот раунд Кидает этот матч Вместе со своей командой А команда АП Бренд Становится победителем Суперфинала Радуются ребята Мне кажется Они даже сначала Не поняли Что они выиграли Но сейчас Действительно Понимают Петюни Отбивают И вот так вот Заканчивается у нас Суперфинал Ну слушай Круто Эмоции есть Практически Слушай 3-1-3-1 Они как будто бы Контур-С 4-1-2 Не я имею ввиду Если так вот 3-1-3-1 Было бы красиво С одной стороны Но Неплохо Неплохо АП Бренд Надо подумать Может быть Попробовать Лазертагом Еще позаниматься Поиграть И в другие Я не удивлюсь Если у нас Условно в следующем году Мы увидим новость Что Все там Страны Которые принимали участие На фиджинтл играх У себя там Локальные турики Проводят по лазертагу Дополнительно Это будет очень круто Потому что я думаю Что китайцы Которые рейра там были Вот тогда Я уверен на 100% Что они Закинут эту Идейку Мысль И удочку Чтобы лазертаг Развивался Поэтому Ну ждем Ждем в любом случае Хе-хе Не То что эмоции есть Улыбаются Довольно Ребятам понравилось Это наверное Самое главное Основное Ну да Позитивные эмоции Это наверное Задача Любого соревнования Не только для того Чтобы победить Не победить Вот эта вот радость В принципе От того что вы играете Результаты Певрон уже переоделись Так быстро Уже готовы награждаться Слушай Действительно Слишком быстро Сняли жилеты Вот поднимаю Этот самый кубок Поздравляем Ребят Красавчики Да Действительно Это очень Очень приятно Еще одна дополнительная награда От обязательствия Здравствуйте 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 Добавил я Вы、 действley Иgnюх Пр mistress Игра Работали Что В А Где Пока Ты У Зар Чтобы Х Депл Clear Мы уже подготовились в 2 недели для наших игроков. Мы ожидали, что мы сможем идти к финалу. Поэтому мы подготовились впервые. Насколько раз в игре вы делали тактические шутки, а иногда вы просто прыгали впервые. Вы делали это на purpose? У вас есть какие-то тактики? Наши тактики... Потому что мы играли в 5v5 фпс. И мы просто копировали наши страты. И мы просто не прыгали. Иногда мы просто ждали, а иногда мы просто ждали. Кто ответил за тактики в Лазер Атаке? Самый человек, который ответил за МЛББ? Да, самым человек. Капитан Фью. И также я. Какой-то второй капитан. Какие skills от МЛББ помогают вы победить Лазертаг? Может быть, связаться вместе. И иногда нужно взять информацию. Для того, чтобы сделать следующий шаг. Таким образом, когда вы играли за первую очередь, что вы думаете о Лазертаге? Вы понравились? Я думаю, что это очень крутой концепт. Даже если мы не знали, как играть. И у нас есть маленькие... Нужно спрятаться. Нужно спрятаться. Нужно спрятаться. Потому что мы играли на PC, как Counter-Strike. Но сейчас мы играем в реальной жизни. Какой стороне вы любите играть больше? Атака или атака? Для меня, я думаю, атака. Потому что вы должны... Что вы думаете? Нужно ждать. Мы ждем, чтобы врага не угрожать. И все. Для меня, лучше всего, атака. Таким образом, мы можем угрожать нижний шаг. Мы играли на то, что мы хотим. Спасибо за участие в этом. Спасибо большое, ребята. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.